Здравствуйте, меня зовут Лора, мой канал Лорочка Шьет. На сегодняшнем уроке я показываю, как кроить из палантина широкие брюки. И что я делаю? Я палантин сложила, ширина палантина 90 сантиметров, длина метр, метр восемь. И я сложила так, чтобы можно было одну часть на 5 сантиметров больше, одна меньше. Вот так вот, чтобы не середина, вот скип ткани. Брюки будут без швов, без боковых швов. И показываю, как кроить. Я сложила этот палантин, вы смотрите, одна, вторая, третья, четвертая, то есть это в четыре раза. И также отступила от края для задней половинки на 5 сантиметров больше. Объясняю, чтобы у нас была экономия ткани. Это очень важно, потому что здесь ткани впритык, и я краю брюки очень простым способом. И я буду делать верхнюю часть вот этого, где орнамент, буду делать, чтобы этот орнамент получался на бедрах. Внизу будет вот такая вот прекрасная часть брюк. Можно сделать орнамент внизу, но в данном случае я хочу сделать орнамент по бедрам. И что я делаю? Я беру по этой линии, там где у меня орнамент, на сантиметр где-то вниз. Я провожу линию. Это линия высота сидения. Далее я беру, отступаю от, потому что я знаю, что у меня высота сидения будет 25 сантиметров. Высота сидения для нормальных брюк, то есть посадка талии будет нормальная без припуска на швы. Вот я отмечаю, где у меня будет линия талии. Это высота сидения. Высота сидения, вот она идет, высота сидения вот 25 сантиметров. 25 сантиметров, чтобы вы понимали. Высота сидения 25 сантиметров. Дальше. Вот кромки. У меня здесь по бедрам получается на свободу облегания у меня получается где-то сантиметров 5, потому что бедра у меня 26 и на свободу я делаю сантиметров 30. То есть на свободу облегания я делаю 5 сантиметров. В общем будет 10 сантиметров. И я откладываю от сгиба, вот сгиб, вот это сгиб, то есть это боковая часть брюк. И от сгиба я откладываю 30, даже 31 сантиметр. И так же само вверх, 31 сантиметр. Подымаю вверх и провожу вверх перпендикуляр от этой линии. Вот провожу. Я жирной линией намечаю. Вот это вот будет линия, передняя линия брючин. Здесь у меня получается на слонку. Идет на слонку, на любой размер, если вы хотите определить ширину слонки, то вы обхват, то есть размер делите на 10. Допустим у вас 50 размер, значит вы 50 делите на 10 и получаете 5. Я возьму где-то 6, чтобы были более брюки свободные. И провожу бисектрису 2 сантиметра и вывожу вот слоночку. Вот она слоночка и получается передняя часть брюк. Вот она. Передняя часть брюк, вот она выделена, уже я все сделала. Дальше что я делаю? Я беру 1 сантиметр и немножко забираю, потому что у меня живота нет. Если бы у меня был живот, я бы эту линию оставила. Так как у меня живота нету, я 1 сантиметр от этой линии в сторону бедер, я откладываю 1 сантиметр. Так чтобы вы понимали, чтобы брюки ложились прекрасно и посадка брюк была идеальной. Это если у вас нет живота. Если у вас есть живот, вы не забираете этот 1 сантиметр. Дальше. Идем, переходим на талию. По боковой части нам придется сделать выточку. Выточка будет на сантиметров 6. Вот видите, вот здесь вот. И она будет вот таким образом вырисовываться бедро, чтобы у нас была посадка правильная. Обязательно. Вот так вот. Чтобы была правильная посадка. И если я хочу эти брюки сделать на резинке, то мы это не делаем. Вы просто собираете эту линию талии на резинку. Если вы хотите, чтобы здесь было по талии, значит мы делаем выточку. Выточку мы делаем параллельно. Это передним швом 10 сантиметров. Откладываем 10. И длина выточки тоже 10 сантиметров. И раствор выточки 2 сантиметра. И таким образом мы вырисовываем выточку. Вот она. Выточку. Дальше. По боковой части мы немножко от там, где мы отступили 6 сантиметров, мы подываем на 1 сантиметр. То есть мы вырисуем вот такую вот часть. Даже по передней части можно на 0,5, на 0,1, если у вас нет животика. Еще раз повторяюсь. И таким образом мы вырисовываем чертеж брюк. Очень простой и очень быстрый. Для этого понадобится для того, чтобы снять мерки. Вы можете посмотреть, как на моем канале Лорочка шьет. Можете посмотреть, как снять мерки на брюки. Вы это посмотрите и снимете этих 3 мерки. То есть обхват бедер, обхват талии и длина брюк. Всего на всего нам нужно это сделать. И эти брюки без расчетов. Как вы понимаете, что мы никаких расчетов здесь не применяем. Только работаем с мерками и очень просто и легко это покровить. Это будет у нас передняя часть. По низу линия шага мы проводим вниз вот такую прямую линию. Все. У нас вот такие вот широкие брюки. Длина на всю длину. Там я буду уже при примерке регулировать длину, потому что я понимаю, что эта вся длина этого палантина идет на длину брюк. И все. Дальше мы приступаем к задней половинке брюк. Что мы делаем? Мы берем, переводим вот эти вот линии. Линия высота сидения. Вот таким образом. Переводим. И переводим вот эту вот линию передняя. Не по этой точке, где линия, а по этой линии, которую мы сначала наметили. И выводим ее. Вот эту вот линию. Переводим на другую сторону. То есть на нашу, на заднюю половинку брюка. Также мы переводим линию талии. Вот она, где у нас линия талии намечена. Мы также переводим линию талии, чтобы мы могли понимать, где у нас все линии. Все. Дальше мы отворачиваем. У нас есть линия передняя, вот эта вот основа. То есть у нас баланс должен быть правильный. И что мы делаем? Мы делаем от этой линии, где у нас вот эта вот часть идет, это высота сидения. Это передняя часть. И мы от этой точки, от этой линии откладываем 6 сантиметров. И я объясняю, где я эту точку беру. Для правильного баланса, если у вас выпуклые ягодицы, то вы откладываете от передней линии, вот по чертежу 6 сантиметров. Если у вас ягодица плоская, значит вы откладываете 3 сантиметра. То есть чем круче у вас бедра, тем вы можете больше забрать вот этой вот со стороны. Даже если у вас сильно выраженная талия, то вы забираете даже, можете даже и 8 сантиметров. От 6 до 8 сантиметров вы забираете именно вот этот вот баланс. И с этой точкой, там где пересечение, мы выводим линию задней, заднюю линию, то есть этот баланс. И вот эту линию мы продлеваем на 4 сантиметра. Не больше, потому что когда мы больше, но если у вас очень выпуклая попа, то вы можете 5-6 сантиметров. Все вы смотрите как вам по вашей фигуре. Если нормальные выпуклые ягодицы, то вы поднимаете на 4 сантиметра, чтобы у вас не было большой такой склон. Дальше мы эту точку соединяем, вот эту вот точку мы соединяем вот с боковой точкой, вот. И это у нас будет баланс наших брюк, правильный баланс. Вот. Видите, вот эта вот часть, здесь сгиб у нас, боковая часть, мы соединяем с точкой 4. Эта точка, вот эта точка в 6 идет, а вверх точка 4. Поднимаем на 4 сантиметра. На 6 сантиметров будет для меня много. Если у кого-то чересчур выпуклые бедра ягодицы, то вы можете поднимать от 4 до 6. Это все зависит от... Дальше выводим, выводим слонку, то есть заднюю часть нашей ноги. Обычно, обычно из моей практики я от передней половинки я откладываю 10 сантиметров. Из моей практики по всем тем, которые я делаю выпуклойки, практически 10 сантиметров. Но если у вас очень полные ноги, то вы можете обхват ноги, это дополнительная мерка, померить обхват ноги и отложить там, где у вас идет ширина обхват ноги. Полностью вы вымеряете переднюю часть и заднюю часть и плюс на прибалку. И у вас получается вот такая вот слонка. Дальше мы выводим слоночку. Бисектриса нашей слонки 2 сантиметра и выводим аккуратненько наш задний шов. И это у нас будет правильный баланс брюк. И все. У нас вот эта вот высота сидения 25 сантиметров. 25. И здесь идет у нас точка 6. И от точки 6 мы откладываем вверх точку 4. И все. Это практически одинаковые. Только после этих размеров, допустим, после 60 размера, тогда мы можем там менять эти все точки. Но до 60 размера наши эти контрольные точки практически не меняются. И вы можете спокойно эти точки применять. Потому что от основной, передней, в принципе 10 сантиметров, практически всегда из моей практики. Но если у вас полная нога, тогда вы вымеряете обхват ноги и вымеряете на чертеже. И у вас всегда будет правильный крой. То есть высота сидения у вас будет правильная. И правильная пропорции этих брюк. Дальше мы вниз проводим линию. Шаговой шов. Вот он. И все. И у нас брюки. Чертеж брюк готов. Без расчета. Мы только взяли три мерки. Если вам нужно обхват ноги, это будет четвертая. И у вас выкройка. То есть мы сделали крой на ткани. Сразу на ткани. Вот таких прекрасных брюк. Дальше вытачку мы, талевую вытачку мы также определяем по скосу. Вот у нас бедро. Мы также выводим здесь бедро. Вот в этом. И параллельно этому бедру мы где-то вот посередине вытачка. Вы вытачку можете делать произвольно или посередине или сделать немножко ее сдвинутой. Но мы можем делить этот отрезок наполовину. Примерно вот наполовину. И проводим длину вытачки 16-18 сантиметров. Я люблю где-то 17 сантиметров вытачку. Раствор вытачки 3 сантиметра. Вот. Мы выводим раствор вытачки 3 сантиметра. Все. И у нас талевая вытачка. У нас крой правильный. Мы проверяем. Берем сантиметр. Проверяем. Аква талии. Вот так вот мы берем от этого заднего шва. Вымеряем, сколько у нас будет талия. Здесь 16 сантиметров. Берем от переднего шва 25 и дальше по этим всем линиям 37. То есть у меня как раз талия будет великолепно вырисовываться. Даже немножко можно будет где-то забрать или чуть-чуть припосадить. Потому что эта ткань при посадке очень хорошо сутюживается. Так что можно чуть-чуть припосадить немножко под поясом. Пояс будет кроиться с другой тканью. Я посмотрю как она будет обработка из дополнительной ткани. Вот. Все. Я вырисовала. Вот эту часть вырисовала. Бедро вырисовала, чтобы у нас было красивое переднее шов брюк. И все. И у нас готово. Здесь посерединке мы сгиб по низу мы разрезаем. И у нас крой брюк готов. На следующем уроке я вам покажу, как я буду кроить, как я разрезаю. Не забывайте, что здесь сгиб. Эти брюки без бокового шва. И это очень удобно и комфортно. Тем более для экономии ткани. Это очень-очень прекрасно. Будет и в практике и при пошиве. Потому что экономится и время и обработка. Так как дополнительная обработка. Нет смысла резать этот шов. Потому что эти все брюки прямые трубой. И очень будет быстро пошить эти брюки. За час вы можете сшить эти брюки очень легко. Даже для новичков. Так что на следующем уроке я вам показываю, как я буду кроить. Как я буду это все подкраивать, разрезать. И вы можете сделать так же, как и я. Быстро и легко покроить брюки из любой ткани. Но в данный момент это из палантина. Так как ширина палантина позволяет мне. Здесь будут очень свободные такие брюки. Будут в бедрах и по ширине. Брючины тоже будут очень широкими и очень практичными и комфортными. А главное это будет очень тепло и комфортно и практично. И я с вами делюсь своими многолетними знаниями. И также я уверена, что каждый из вас сделает это. Потому что брюки считается очень сложно кроить. Но я вам из моей практики показываю, как быстро и легко покроить любые брюки. Потому что это очень упрощенная технология кроя. Так как я уверена и с большого опыта и большой практики кроя, сорокалетних знаний, я вам показываю упрощенную технологию кроя. И вы не бойтесь это делать, потому что это вы сможете сделать не боясь. Главное, что вы снимете правильно мерки. Мерки вы можете посмотреть, как снять мерки самой себя и сделать это быстро и легко. Без расчетов сразу на ткань кроя. И вы уверены, без ошибок это сделаете. Не бойтесь, беритесь. Всегда делайте как бы запас именно в обхвате бедер. И у вас всегда будет правильно. Всегда можно уменьшить, если у вас будет немножко широковато. Это ничего страшного. И тем более вы, если хотите, чтобы брюки были свободны, это тоже будет для вас плюс. Все, мои хорошие. Не забывайте подписываться на мой канал Лорочка Шьет и сохраняйте видео, которое вам понравилось, свою творческую копилку. Потому что на моем канале Лорочка Шьет много видео и я вам заведую сохранить те видео, которые вам нравятся, чтобы вы долго не искали. Потому что этих видео у меня больше, более двух тысяч видео и вам будет сложно найти. Сохраняйте это видео, свою творческую копилочку. Не забывайте подписываться на мой канал Лорочка Счет. Не забывайте нажимать лайки, если вам это понравилось и вам эта информация полезна. И очень благодарна я вам за ваши лайки, за комментарии и за ваше искреннее пожелание. И желаю вам сделать прекраснейшие брюки, пополнить свой гардероб и радоваться своей прекрасной работой, своим итогом творческого вашего изделия, модели и пополнения в вашем гардеробе. Желаю вам всего самого наилучшего, хорошего настроения и также сделать быстро и легко и доступно каждому, кто желает сделать своими ручками ту или иную вещь. Всем пока-пока, всех благ.